Первый Quake и его движок It Tech 2 ознаменовал собой новые достижения для It Software. Полностью трёхмерная игра, с запечённой картой освещения, применением BSP для оптимизации рендера, что позволяло работать этой картинке на относительно слабых системах очень и очень быстро. Потом был Quake 2, продолжавший идеи оригинальной игры как по части механики, так и по части игрового движка. Третий Quake полностью пустился в мультиплеер, подняв популярность онлайн-баталий на аренах этой серии до небес. И хотя серия оправданно считается полностью ПК-ориентированной, она всегда была представлена в том или ином виде на консолях. Quake 1 на Nintendo 64 и Sega Saturn, Quake 2 для Nintendo 64 и PlayStation, Quake 3 на Sega Dreamcast и PlayStation 2. Но во всех них, пожалуй, кроме Quake 3, той динамики ПК-версии игр не было, а иногда не было и движка It Tech, как в случае с игрой на PlayStation. И вот в 2005 году четвёртая номерная часть серии выходит практически одновременно с ПК на Xbox 360, став её стартовым тайтлом. С тех пор увидели свет ещё два поколения игровых консолей, но Quake 4 так и остался эксклюзивом Xbox 360 на консольном поприще, даже не попав в обратную совместимость. Разрабатывали игру не сами Иды, а Raven Software, которые к тому времени уже сотрудничали с компанией Кармака. Например, всем известный Return to Castle Wolfenstein, их творение. Никакой информации по разработке порта на Xbox 360 на самом деле почти нет. В целом информации много, но она касается непосредственно самой игры, которая выходила в первую очередь для персональных компьютеров. Даже на E3 2005 года на презентации Microsoft Quake 4 показывает всего 7 секунд. Хотя даже за эти 7 секунд можно увидеть, что игра работает крайне нестабильно. В октябре 2005 года случился релиз на Windows и чуть позже на Linux и macOS. И вышло то, что вышло. Не было той динамики, присущей предыдущим играм серии. Появилась несвойственная серия киношность в катсценах, ради которых вас порой запирают за невидимыми стенами и не дают пройти дальше. Игра баговала и требовала достаточно серьезное железо для нормальной работы. Хотя сейчас, из 2023, количество тех же багов выглядит далеко не таким критичным. Субъективно, шутер неплохой и сильно выше среднего, но это был не Quake. Мультиплеер, кстати, вызвал еще более сдержанный интерес у игроков и быстро сошел на нет. При этом надо заметить, что многие баги и проблемы поправили патчами, которыми снабжали ПК-версию игры достаточно долго. Справедливости ради, исправили все равно не все проблемы, зато здесь помогли энтузиасты. Баги графики, управление и софтлоки давно исправлены фанатскими патчами, поэтому сейчас, если и играть, то только с ними. В ноябре 2005 года в продажу поступает первая консоль седьмого поколения, Xbox 360, и одним из ее стартовых тайтлов был Quake 4. Да, я думаю вы все это заметили. Но обо всем по порядку. Графически порт Quake 4 на Xbox 360 запускается не на ультра настройках. Но игра для этих настроек требовала очень серьезное железо, поэтому и на Windows в 2005 году увидели ультра графику меньшинство. Если покопаться в паках игры, то можно раскопать конфиг файлы и по их содержимому понять, на каких настройках работает игра. Normal Mapping, динамическое попиксельное освещение и прочие эффекты, появившиеся в ItTech 4 версии, включены. Также есть и эффект зеркальных бликов на объектах, которые, на мой вкус, смотрятся данной реализацией плохо. Применяется легкое сжатие текстуры и лимит на их размер в 512 на 512. Должен сказать, что работает это немного странно. Рядом могут стоять объекты с крайне детализированной для 2005 года текстурой, и с текстурой как будто из не самодетализированной игры PlayStation 2. Звучит игра большую часть времени отлично. В звуках оружия, металлическом лязгане не ощущается низкий битрейт или частота дискретизации. Хотя позиционирование голосов багует, и иногда из-за этого голос NPC, которого игрок слушает в упор, может быть тише и приглушеннее, чем разговор двух аяк в 5 метрах от вас. Наконец, переходим к той проблеме, которую заметили практически сразу. Очень низкий фреймрейт. Это то, что будет преследовать вас всю игру и нивелировать все немногочисленные плюсы игры. Это настолько плохо, что сначала я решил, что начались какие-то проблемы с моей консолью. Удостоверившись, что все температуры в норме, я достал другой Xbox 360 и получил ровно такой же результат. Фреймрейт крайне нестабильный, и большую часть времени он существенно ниже 30 кадров в секунду. При этом счетчик еще и разблокированный, поэтому иногда частота кадров поднимается и выше 30. На это жаловались еще в 2005 году. Игроки на форумах обсуждали эту проблему, и гражуры в обзорах отмечали это как существенную проблему. И это действительно огромная проблема этого порта. В это банально неприятно играть. Местами доходит до абсурда. В этом месте сцена с огнем и развальным грузовиком работает при вдвое больше частоте кадров, чем сцена с тремя напарниками рядом. Я понимаю причины. У них в разы больше полигонов, и тени от них не запечены заранее, как от неподвижных объектов. Но этого явно нельзя было не заметить еще во время тестирования и исправить на этапе разработки. Не хватает вычислительных мощностей графического ядра или ширины шины памяти. Это можно было исправить. В один момент я подумал. Это и тег 4. Здесь все задается в простых текстовых файлах, и эти конфиг файлы я уже нашел. В первую очередь я проверил разрешение рендера и обнаружил в этих значениях SD разрешение 720 на 486. Да, 486. Это более корректное значение. Дайте знать, если хотите ролик об этом. Но игра явно рендерится в разрешении выше. Делаем вывод, что это разрешение рендера зависит от системных настроек консоли. Но в Full HD я сомневался, поэтому сначала сравнил картинку в 1080p и 720p. Да, они одинаковые, а значит игра рендерится максимум 720p и сравнивать дальше фреймрейт с Full HD не имеет смысла. Но мы можем снизить разрешение вплоть до 640 на 480. Здесь уже разница заметна. Quake 4 на Xbox 360 корректно отображается как в соотношении сторон 16 на 9, так и 4 к 3. Поэтому рендер в 480p не приводит к искажениям интерфейса. И также есть разница в чистоте кадров. В некоторых сценах она вырастает просто драматически. В иных же разница не достигает и 50%. Да, стабильной частоты кадров не удается получить даже так. Более того, все еще есть места, где счетчик падает ниже 30. Но этих мест становится многократно меньше, а падения не такие сильные, как при разрешении 720p. Играть становится в разы приятнее и легче. Упрощается ведение боев и ориентирование в пространстве. Но это все еще нельзя назвать плавной работой. А про игру в 60 кадров в секунду даже думать не приходится. Тогда я подумал, что можно изменить параметры движка, заставив рендерить картинку с более низкой графикой. Я нашел три конфиг файла. Два в пак файлах игры и еще один в отдельном архиве. Я пробовал добавлять команды, изменять значения уже прописанных команд и убирать их вовсе. Игра продолжала работать так же, как и раньше, без каких-либо изменений. При этом эти же методы отлично работают в ПК версии Quake 4. И при этом можно подменить шрифты, конфиги текстов, геймпадов. Все это игра подхватывает и изменения видны на консоли. Но настройки рендера, увы. На этом я оставил свои попытки что-либо поменять. И уже в таком виде я прошел игру до самых финальных титров. Еще в комплекте с игрой шел отдельный бонусный диск, где среди трейлеров и роликов о разработке игры можно было найти порт ПК версии Quake 2. Но о ней мы поговорим как-нибудь в другой раз. В таком состоянии игра предстала в 2005 году за полную стоимость. И в отличие от ПК версии игры, это не получало патчи с исправлениями багов и производительности. Вам просто продали игру, которая работает на удивление хорошо, и так и оставили ее в таком виде на все эти годы. Хотя не совсем. В 2012 году BTS, доставшая владельцем всей интеллектуальной собственности по Quake, перевыпускает физическое издание Quake 4 для Xbox 360 за 20 евро. В этот раз без бонусного диска и всего его содержимого. Зато неизменно без патчей. Да, производительность игры осталась в том же состоянии, в котором она была в 2005 году. Спасибо, ведь мы так этого ждали. Сейчас Quake 4 можно успешно запустить в высоких разрешениях практически на любом современном компьютере. Есть фанатские патчи для исправления проблем на современном железе и операционных системах. Есть моды, позволяющие играть в нее с помощью геймпада. Есть графические моды, в том числе повышающие разрешение текстур. Поэтому если и играть, то я бы рекомендовал Windows версию игры с модификациями. А вот стоит ли в принципе в нее играть? Тут объективно оценить не могу, что вообще-то для любого творческого продукта нормально. Поэтому субъективно. Это не безинтересный шутер, который мало чем отличается от других шутеров своего времени. Но стволы неплохо ощущаются и звучат, иногда игра подкидывает интересные ситуации. Quake 4 достаточно быстро проходится, чтобы не успеть надоесть. Если вы и потратите на нее свое время, то разочарованы вы не будете. Но если вы ее в свое время пропустили, то я не могу сказать, что вы упустили что-то важное или какой-то особо интересный игровой опыт. Главное, не прикасайтесь к версии для Xbox 360. Рекомендую, пожалуйста. Рекомендую, катастрофу. Продолжение следует...